друзья всем добрый день всем здравствуйте это юрий канал тик так мир в мире японских часов сегодня на обзоре ежегодная лимитка от casio mrg casio g-shock самые дорогие престижные g-shock это mrg и среди mrg есть самые дорогие престижные лимитки раз в год casio выпускает что-то интересное в прошлом году был прекраснейший гасан в этом году шуге кимару модель так называемая давайте откроем вместе посмотрим коробка не такая как у гасана у гасана коробка была секретом нужно было подумать чтобы открыть здесь стандартная шкатулка состоящая из двух частей деревянная добротная и вот главный гость сегодняшнего видео модель шуге кимару mrg b2000sg 880000 японских йен давайте все про них сейчас по порядку вам расскажу casio mrg b2000sg 1 и или шуге кимару 880000 японских йен что интересно цена покупки на самом деле была выше то есть по ритейлу они продавались только в фирменном магазине можно было прийти купить но через моего продавца через моего дистрибьютора по ритейлу взять к сожалению не удалось пришлось немного переплатить настолько редкой получился эта модель хотя выпуск здесь целых 700 штук гасана было по моему 500 в прошлом году этих больше но они оказались в плане покупки гораздо реже модели чем предыдущие лимитки шуге кимару что за такое название почему эти часы именно так называются здесь простой ответ все mrg которые лимитки как право посвящены чему-то самурайскому воинственную и так далее технически они особо не отличаются от моделей рядовых тех что стоит 360 тысяч японских йен здесь напомню более чем два раза больше 880 по бирке так вот технически это все те же самые часы но лимитки отличается ручной работы и посвящением чему-то из самурайской истории данная модель посвящена шлему самураев под названием шуге кимару собственно отсюда она и получила свое название шлем был специально для кассио восстановлен и воссоздан мастером по гравировке по металлу массао кобаясь и который и работал над безелем данных часов над ремешком соответственно никаких манипуляций не было как в прошлом году с гасаном здесь у нас исключительно безель на нем мы можем видеть изображение тигра и также такую мелкую чешую назовем ее так которая использовалась в отделке шлема шуге кимару мастер массао кобаясь и который вручную работает над данным безелем я пытался про него почитать найти информацию о том что он гравировщик в десятом поколении ничего такого не было как например с гасаном тем не менее это весьма мастеровитый человек который и приложил свою руку к созданию данных часов корпус у нас здесь с вами титановый имеется табличка специальная g-shock 40-летие при этом титановый корпус это перекристаллизированный титан соответственно получаем большую прочность твердость металла и неповторимый оттенок к кристаллизацию металла каждые часы по сути имеет свой уникальный рисунок сверху вот этого перекристаллизованного титана на корпусе нанесено темно-серебристое ионно-дуговое покрытие под названием аиб про него ничего дополнительно найти не удалось что за покрытие понятия не имею насколько оно твердое тоже вам не скажу но могу сказать что безель покрыт dlc и здесь стандартные 1300 единиц по викерсу ремешок здесь используется специальных тор каучук это уже традиционно для кассио марджи на ремешке плотный приятный скажем так не дешевый вариант каучукового ремешка один такой кусочек стоит около 100 американских долларов застежка титановая раскладывается при этом здесь она более светлая не черная как обычно на подобных моделях вот смотрите кнопка черной и обычно сама застежка такого же черного цвета графитового сделать и здесь у нас идет застежка скажем так под цвет корпуса под именно основной цвет не под кнопки а вы поняли под вот этот перекристаллизированный титан при этом как вы видите на застежке нет защиты от случайного открытия так называемого лока который используется на браслетных застежках задняя крышка здесь есть лимитированный номер помимо служебной информации и в остальном все стандартно как в любых же шоках марджи даже в стандартных моделях то есть ничего более здесь не изменили только на царапали ограниченный номер и на этом отличие у других кассио марджи заканчиваются также отмечу что в оформлении использовались четыре искусственно выращенных на фабрике киосера рубина вот они красные здесь обычно винты у марджи стоят но в нашем случае используется красные рубины технически как я вначале говорил это точно такие же маджи каким все остальные модели и 2000 серии здесь механизм 5625 это солнечный аккумулятор есть bluetooth для связи со смартфоном и мировой время можно настроить и основное время и стрелки подправить если они сбились также посмотреть заряд аккумулятора все это можно через приложение но ручное управление в модели также есть через левую управляющую кнопку мы переключаемся на секундомер на таймер и на будильник и циферблат мирового времени вот он здесь в районе 7 9 часов отвечает за второе время можно настроить как вручную так и через приложение также есть в районе 10 11 часов еще один 24 часовый циферблат это суточный показатель для основного времени для основных больших стрелок по размеру также стандартный корпус высота 54 и 7 49 и 8 диаметр 16 и 9 толщина и 138 грамм веса ремешок минимально на 145 миллиметров укорачивается максимально 215 миллиметров чтобы укоротить ремешок необходимо отрезать кусочки вот смотрите здесь 123 секции так далее то есть отрезаете сколько вам нужно пропорционально с двух сторон соединяете здесь и получаете вот такого плана застежку друзья на этом обзор можно заканчивать давайте итоги постараюсь подвести на что здесь сказать про эту модель как вы поняли технически ничем не отличается от обычных мрж вся красота этих часов ручной работе мрж все собираются вручную но лимитки в том числе дополнительно обрабатывается мастерами по металлу по изготовлению мечей как это было с гасаном и так далее данная модель с годами будет только дорожать она и сейчас стоит немалых денег но как это не удивительно один-два года цена на нее будет только расти и приобрести эти часы будет не так просто меня часто спрашивают про лимитки прошлых годов смотришь сколько они стоят в японии на аукционах иногда цена доходит и до двойной тройной разницы от первоначального ритейла поэтому можно с уверенностью сказать что такие модели такие лимитки является очень неплохим уложением средств на перспективу на этом все крепко жму руку будьте здоровы носите самые лучшие часы всем пока и и и Продолжение следует...